В Беларуси провели социологическое исследование проблем психического здоровья и суицидального поведения. В нем участвовали более 3,5 тысяч человек в возрасте от 14 до 19 лет. Больше 26% опрошенных рассказали, что у них возникали мысли о суициде. Так что же заставляет людей совершать самоубийство и как не переступить черту, выясняла наш корреспондент Вероника Гамзюкова. Я не хочу взрослую жизнь. Там слишком холодно. Она такая монотонная. Серая, унылая. Там люди живут согласно заложенным в них шаблонам, как незрачный робот. Каждые 40 секунд в мире происходит очередное самоубийство. В год в среднем счеты с жизнью сводят почти 800 тысяч человек. Причем эти цифры не включают неудачные попытки суицида, число которых превышает в 20 раз. Иногда попытка себя убить – это не главная цель. Психиатры различают три вида самоубийств. Первые – это истинные, когда человек преднамеренно готовится и разрабатывает некий план. Придумывает способ, выбирает из нескольких возможных тот, которому ему ближе. То есть, например, если взять отравление таблетками, то это более женский способ. То есть, если взять падение с высоты, то это более подростковый способ. Если взять огнестрельное оружие, застрелился, это более мужской способ. Женщины так с собой не кончают жизнь. Поэтому это способ продуманный. Часто с запиской, часто с предупреждением близких о том, что у него что-то не так, и он об этом подумывает. Вторая категория суицидов – те, что совершаются в состоянии аффекта. Когда человек узнает некую новость и в порыве эмоций совершает самоубийство. Год назад был подростковый суицид, когда молодому парню, еще школьнику с 17 лет, позвонила его девушка. Первая любовь, очень сильные чувства с его стороны. Она ему звонит и говорит, что она его разлюбила, полюбила другого, и они больше не вместе. А он в этот момент находился на девятом этаже дома. Он шел то ли в школу, то ли со школы, я уже не помню, как было дело. И в состоянии аффекта он просто пошел и с этого девятого этажа с общего балкона выбросился. Третья группа – это демонстративные суициды, с помощью которых люди хотят либо добиться желаемого, либо привлечь внимание. К слову, психиатры отмечают, что суицидальные мысли возникают и у людей, не имеющих психических расстройств. По словам Ирины, о самоубийстве думают чаще всего в стрессовых ситуациях. Однако к суицидальным намерениям, когда человек начинает искать способ и составлять некий план в голове, переходят не все. Как правило, суициды совершаются в депрессивном состоянии. У кого-то проблемы во взаимоотношениях с родными, кто-то попал в затруднительное материальное положение или получил инвалидность. Специалисты говорят, что к роковому шагу людей подталкивает сразу несколько оснований. Если выделить наиболее опасные периоды, то это возрастные категории до 20 лет и старше 40. После 40 у людей случается изменение отношения к самому себе, отношения к миру. И, конечно же, некоторые люди могут быть недовольны тем, что происходит в их жизни. Естественно, конечно, без помощи специалистов в этом сложно разобраться. Для большинства людей гармония – это тогда, когда у них есть семья, у них есть дети, родные. И у них получается с работой, получается в отношениях с людьми. До самоубийства человек подает сигналы, что ему нужна помощь. Например, люди начинают прощаться с родными и близкими и обзванивать их. Как-то на телефон доверия поступил звонок от женщины о том, что ее 18-летний сын прощается с друзьями и возвращает всем долги. Потом его друг по музыкальной группе сообщил, что тот якобы едет поступать в Минск. Она звонит на телефон доверия и говорит, что мне кажется, что он хочет с собой что-то сделать. Я ей говорю, что да, это явные признаки того, что он хочет с собой что-то делать. Берите, говорю, его и в психдиспансер, к врачу-психиатру, пусть его посмотрят, пусть оценят степень его суицидального риска, пусть с ним поработает психолог, назначат ему какое-нибудь лечение от таблеток. Она говорит, что его же сразу поставят на учет. Мои попытки объяснить ей, что его не поставят на учет с депрессией, ни к чему не привели. И через двое суток мне рассказали о том, что мальчика после суицидальной попытки привезли к нам в закрытое общепсихиатрическое отделение. Также причиной суицидального поведения у подростков может быть буллинг, когда ребенка унижают и травят в школе. Когда я учился в 11 классе, я не пользовался успехом, меня постоянно травили, надо мной шутили, выкидывали мой портфель в окно, разбрасывали учебники. Ну, с девушками из-за этого у меня тоже не складывалось. Я пришел домой как-то после школы, ну и решил вскрыть вены. Ну, слава богу, мать пришла раньше с работы и меня спасли. Ну, после этого я очень долго проходил реабилитацию. Это все длилось около, ну, наверное, двух лет, но потом эти мысли стали меня понемногу отпускать. И хотел бы сказать другим людям, ну, которые могут попасть в такую же ситуацию, возможно, школьникам, возможно, ну, людям постарше. Не стоит прибегать к крайним мерам, потому что жизнь, она одна, и не стоит ее губить. На территории Гомельской области работают две горячие линии. Номера телефонов вы видите на экране. По ним всегда можно позвонить с просьбой об оказании психологической помощи. Также в Гомеле работают два центра дружественных подросткам, куда ребенок может обратиться анонимно. Главное, в такие моменты не бояться, а действовать. Вероника Гамзюкова, Сергей Лукашук. Специально для программы «Де-факто».